Рассказ на самом деле про рутинную задачу, про создание и сопровождение информационных сервисов, необходимых для работы института. Все организации решают подобные задачи, это можно делать по-разному. Я расскажу, как получается у нас. Сразу скажу, что на серверах используется исключительно свободное ПО, ничего проприетарного нет вообще. Опыт показывает, что мы должны обеспечить, чтобы не получать жалоб от пользователей. Во-первых, со временем у них растут аппетиты, и нужно уметь расширять систему быстро и легко. Во-вторых, с ростом зависимости пользователей от работы информационных сервисов растут ожидания доступности. Если когда-то первая электронная почта, ну она иногда работает, уже спасибо большое. Сейчас попробуй, чтобы у тебя сервер не работал. И тут грубимыми осками история. Когда-то у нас был единственный сервер, i386, на который устанавливалось все нужное ПО, и он даже справлялся. Но когда ломался, весь сервер прекращался, электронщики чинили машину, системщики файловую систему, сотрудники подходили к двери и спрашивали, а когда же заработать. То есть доступность какая получится, а расширение ресурсов достигалось заменой сервера на более мощный. К 2005 году ситуация улучшилась. Ну или ухудшилась, требования стали жестче к нам. Серверов стало несколько в результате масштабирования. Серверы добавлялись парами. На них использовалось вот такое DRBD. Это виртуальное блочное устройство в Linux с репликацией по TCP IP на другой компьютер. Как RAID 1, только распределенный. Каждый сервер запускался в отдельной виртуальной машине. Это позволяет их независимо апгрейдировать. И виртуальную машину можно остановить на одном компьютере и тут же запустить на парном по DRBD, потому что там поддерживается копия его данных. Наконец, в 2019 году мы пришли к той конфигурации, которую используем сейчас. Про нее чуть подробнее. Уже не пара серверов. DRBD копируют с одного сервера на другой. Но можно связать кольцо и копировать между соседними. Для половины ресурсов DRBD, для половины ресурсов парным является сосед слева, для другой половины ресурсов парным является сосед справа. Такое кольцо лучше, чем пара, потому что при снятии нагрузки с одного из серверов каждый из соседей получает по 50% дополнительной нагрузки, а в паре на соседа сваливалось 100% дополнительной нагрузки. Все, что было на левом сервере, попало на правый, пока левый обслуживает. Во-вторых, используется система виртуализации ZEN, которая поддерживает живую миграцию. Это, конечно, замечательное средство, которое позволяет, не останавливая виртуальную машину, переместить ее на другой физический компьютер. Сильно помогает сохранять доступность. Перерыв в доступности составляет 5-10 секунд, и вот она уже пингуется в новом месте. Даже сессии все сохранились, которые стояли. Тем не менее, есть недостатки, их немало. Она лучше предыдущей. В частности, недостаток номер два, требование гомогенности, это чем кольцо хуже пары. Процессоры должны быть совершенно одинаковые. Это значит, что когда ты заменяешь, раньше можно было заменить пару серверов, самую слабенькую пару изъять, и пару современных серверов добавить. Тут надо менять целое кольцо, три или сколько их там. Ну и, наконец, виртуальные машины мигрируют, но ядро на них остается то, которое есть. И для того, чтобы его заменить, виртуальную машину нужно перезагружать. И этот вклад расходует бюджет времени и недоступность. И распределение ресурсов по физическим серверам ручное. Виртуальные машины приходится перераспределять по серверам, с тем, чтобы они были равномерно загружены. И это, в общем, трудоемко. Поэтому, очевидно, будет следующая версия. Какая? Но есть модный ответ. Давайте не поддерживать свои серверы, уйдем в облако. Там кто-то все это поддержит, там ничего не падает. Не так просто. Потому что, во-первых, многие сервисы нужны локально, а это значит, что если нет внешней конъективности, то нет и сервиса. На своем сервере он бы был. Нет подходящих тарифов. Если вам нужен большой объем хранения, то на облачных тарифах за три месяца вы заплатите столько, сколько стоит диск, который будет работать пять лет. И объем трафика лимитирован. Потом бывает так, что на тот момент, когда сервис в облаке заводили, все было нормально, а потом он или стал дороже, или за него стало невозможно платить. Короче, облако полезная вещь, но это не замена своему серверному парку. А тем временем большие интернет-компании, которые столкнулись с проблемой масштабирования, все решают ее способом. Много компьютеров массового класса коллективно выполняют одну задачу. Много, это даже не сотни, это десятки тысяч компьютеров. Они создают приложения, распределенные программные системы, которые работают на сетях компьютеров, распределенных по нескольким сот. И они достигают и масштабированности, и высокой доступности. При таком числе узлов у них внутри обязательно все время что-нибудь ломается, но пользователям это незаметно. Но маленьким организациям, у которых маленькие задачи, не способные загрузить даже 3-5 узлов, такая роскошь недоступна. Они просто себе не могут позволить. Много компьютеров. Можно создавать распределенные программные системы в облаке, но тоже каждый отдельный сервер стоит, и есть упомянутые выше препятствия. А можно попробовать строить распределенные программные системы на маленьких одноплатных компьютерах, сравнительно дешевых, компактных, малопотребляющих. Но доступные на рынке одноплатные компьютеры не очень подходят для создания мультикомпьютерных информационно-вычислительных систем. Пометавшись, мы разработали свой. Главное отличие от основной массы одноплатных компьютеров — это возможность подключения жесткого диска массового класса с интерфейсом SATA. Можно подключить SSD, интерфейс тот же, только требования к питанию проще. Конструктивные особенности. Но первые четыре пункта — это как у всех интерфейс SATA, поддерживается подсистема для питания HDD, поддерживается встроенный аккумулятор, который позволяет эксплуатировать узел в режиме холодного хранилища. Винчестер остановлен, но если внешнее питание пропало, и сейчас через несколько минут пропадет содержимое памяти, батарейка позволяет поднять винчестер, сохраниться и мягко приземлиться до возвращения внешнего питания. и встроенный коммутатор гигабит Ethernet. Зачем? Должна быть избыточность и по питанию, и по сети, чтобы исключить ситуацию, что какой-то внешний компонент, источник питания, или коммутатор Ethernet вышел из строя, и это повлекло отказ сразу многих узлов. Они работают, но они недоступны. Ну или в случае питания они не работают. Минимум два порта Ethernet нужно. Мы сделали три, и это позволяет строить нетривиальные топологии. На двух можно было бы только кольцо связать, на трех можно связать, в общем, произвольную. Вот, например, такую, которая переживает отказ почти всех двух узлов, кроме двух крайних одновременно. Ну или можно, если нужно узлов много, на трех коммутаторах массового класса можно собрать систему из 72 узлов. В отличие от систем хранения данных большой платности, мы не хотим объединять много узлов в один корпус. Гигабит Ethernet позволяет разнести узлы в пространстве и обеспечивает возможность hot plug, добавления узлов в работающую систему на ходу. Сейчас у нас есть три образца этих узлов. Через месяц будет еще пять, и мы будем пытаться извлекать из них практическую пользу. Как? Нужно программное обеспечение, которое работает на такой мультикомпьютерной архитектуре, а его не так много. Ну вот лучше всего представлены масштабируемые хранилища. Вот их перечислено, тут пять штук. Их можно использовать с любым другим нераспределенным программным обеспечением, просто как большую инкрементно наращиваемую файловую систему. Например, для решения проблемы хранения архива почты на почтовом сервере, или для хранения бэкапов. Чем больше места, тем более глубокий бэкап. Но интереснее программное обеспечение, позволяющее создавать распределенные программные системы, которые дают максимальную доступность. В этом плане мы рассматриваем REACCO. Это базовая часть одного из масштабируемых хранилищ. Она обеспечивает мониторинг состояния кластера, добавление узлов, исчезновение узлов и перераспределение нагрузки при изменении числа узлов, используя принцип консистентного хэширования. Также поддерживает сервис надежной широковещательной рассылки. Но писать надо на языке Erlang или Elixir. И еще, как вариант, рассматривается Apache Kafka. Это распределенный брокер сообщений, известная архитектура издатель-подписчик, и совмещенная с архивом сообщений. На нем можно создавать распределенные программные системы с потоковой обработкой данных. Для него есть API во многих языках программирования, что позволяет конструировать мультиязычные распределенные системы. Что из перечисленного для нас сработает, мы пока не знаем. Может быть, в следующем году я смогу про это рассказать. Спасибо за внимание. И спасибо организаторам за то, что позволили выступить здесь. Вопрос такой. Вот эти маленькие компьютеры, они питаются ПОПОЕ или у них отдельный блок питания? ПОПОЕ, у них источник питания 12 вольт, а точнее 10-15. Это значит, что вы можете поставить автомобильный аккумулятор в буферном режиме. Он стоит постоянно на зарядке, независимо от его состояния. То есть там DC-DC стоит? Многочисленные DC-DC на этой зеленой плате. И второй вопрос. Второй вопрос. Можно ли на один компьютер поставить два диска для резервирования? На один не имеет смысла. Сама архитектура рассчитана на то, что много таких компьютеров. Не надо на один ставить два диска, а нужно увеличивать количество узлов в системе. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вы думали об использовании План 9 на этой архитектуре? Нет, План 9 никогда не смотрели. Я про нее слышал издалека. Я знаю, что она лучше Unix. Но мы все любим Unix. И, видимо, на нем останемся Linux, конечно. Но в Linux есть поддержка, допустим, План 9FS, которая, насколько я помню, как раз для таких распределенных систем достаточно интересна. Это интересно. Спасибо. Я посмотрю. Я не знаю, как на практике, но… Спасибо. Спасибо. У меня, во-первых, вопрос такой не очень важный, но на самом деле очень важный. Я, конечно, не спрашиваю про стоимость владения такой штукой, потому что у вас только опытные образцы. Но вы как-то калькулировали, а вообще если вот эти самые малые компьютеры брать и инфраструктура стоит под них, это будет вообще дешевле? Это окупится или нет? По деньгам. Это зависит от того, сколько вы берете. Если вы пытаетесь на нее собрать высокопроизводительную установку, когда эти самые Raspberry Pi только появились, были такие проекты… Ну да-да-да, кластер на них. Да, сейчас мы сделаем кластер. Они все закончили, как… Это у нас установка для обучения студентов. Ну потому что… Я знаю, что в Лос-Аламос National Laboratory в Америке собрали здоровенную установку на Raspberry Pi. Зачем? Насколько я понимаю, они свои параллельные программы для начала откатывали на этой сравнительно дешевой штуковине, только потом пускали их на настоящий суперкомпьютер, потому что там в очистительное время стоят чрезвычайно дорого. А второй вопрос вот какой. Мне кажется, что тут походу переключилось от одной задачи на другой. Вы начали с того, что нам нужно… Вам нужно администрировать сервисы, вам нужно обеспечивать… Ну там вот про почту приводили пример и так далее. То есть приводили пример обычные классические приложения, классические сервисы. Потом пожаловались, что в облаках, например… Ну не говоря уже про собственный парк, в облаках, например, вы не можете повысить… Если вам одна виртуалка, одно виртуальное окружение, выжирает больше ресурсов, чем предоставляет физическая машина, то уже нельзя как бы превысить этот предел. А потом внезапно перескочили на ситуацию, когда у нас одна виртуалка не может превысить предел Raspberry Pi. И вместо того, чтобы говорить о решении задачи поддержки и масштабирования классических сервисов, вы переключились на программирование новых на Ирланге. А не произошло ли подмены задачи? Что будет с почтовым сервером, который я захочу развернуть на этой штоке? Значит, мысль в том, что нужно просто в будущем, если вы в будущем будете писать почтовый сервер, его нужно писать в расчете на то, что он будет работать на распределенной архитектуре. Не на одной Linux-машине, а на нескольких. И это обеспечит ему бесконечно масштабируемость. Да, но тогда, видимо, вообще не обязательно заморачиваться на Raspberry Pi или на что-то такое, а реально посчитать, какой из современных архитектур, я подозреваю, что бытовой компьютер лучше всего, будет по стоимости владения, по стоимости энергопотребления лучше, если мы все равно договариваемся, что все наши сервисы будут программно распределенными. Вот я про что. Мы подменили задачу. Тут идея простая. Если вы берете маленький компьютер, то он все-таки сравнительно дешев по сравнению с целым компьютером, с полноценным сервером. Думаю, что нет. В смысле, удельная стоимость ниже, а с вами вопрос Кулар продолжить обсудить, потому что есть еще. Ладно, все, спасибо. Если не сложно, и не секрет, калькуляция какая-то себестоимости, кратко вот этой штуки. И второй вопрос. Думали ли вы про замену кортексов на, не знаю, прости боже, что-то отечественное, или вообще как быть в этой ситуации, когда доступ к этим, или они сильно дорожают, или к ним нет доступ к контролю? Ну вот те кортексы, которые используются, они китайские, и они доступны. С отечественными сейчас как раз все сложнее, потому что они все рассчитаны, насколько я понимаю, на военных, и они все предназначены для кого-то другого, а не для нас. Да даже дело не в том, что они рассчитаны на военных, а дело в том, что их сейчас производить негде. И они и были дороже. То есть вот китайские, они оптимальны просто сейчас. А у меня в том же потоке вопросов, только на этот раз про размерность. Вот у вас небольшие компьютеры, они станут, если, вот вы говорите, что много маленьких лучше, чем один большой, потому что дорогой. А не получается ли так, что этот один, который дорогой, будет производительнее и меньше по размеру, чем куча вот этих вот маленьких, будет меньше питания требовать, будет меньше ресурсов на это требовать? Нет, нет. Значит, с точки зрения питания это просто исследовалось. Если выключить винчестер, то потребление порядка 1 ватта. Вы не получите это на AMD64. А во-вторых, смысл от увеличения количества узлов — это уменьшение влияния отказа одного узла на производительность системы в целом. Если у вас 3 сервера, и один отказал, то вы летите, у вас 66% от номинальной мощности, и вы должны чинить срочно-срочно. А если у вас их десяток, ну один отказал, ладно, выходные пройдут, починим. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Я правильно понял, что в сторону систем с распределенной памятью вы не смотрели? Оперативной распределенной памятью? Нет, нет, нет. Это экзотика. И насколько я понимаю, они не очень масштабируются. Нет, они масштабируются, они просто не очень шустрые. Ну, да. Так, последний вопрос. Насчет вот маленьких компьютеров. Есть такой класс материнских плат сейчас. Туда приклеен процессор типа Atom, слоты под стандартную память, парочка сотая интерфейсов. Цена вот я сейчас посмотрел, 3,5 тысячи рублей. Вот такие вот устройства будут в вашей системе как бы востребованы или… Очень интересно было бы получить ссылку. Вот на слайдах внизу есть e-mail. Если вы мне ее пришлете, я буду благодарен. Cizif at Botic.ru. Cizif собачка Botic.ru. Не тот Cizif, которого знают здесь все. Но я был первым. У меня этот ник раньше, чем появился от него. Я вам первым пришлю тогда. Это правда. Это правда. Я видел, много производителей сейчас такое делают. Один, другой, там AMD, Intel, что-то приклеивает. Вот именно для встраивания, видимо, в технику какую-то мелкую. Да, ну про 3,5 тысячи я буду очень рад, если это так. Спасибо. И система гетерогенная позволяет включать другие. Спасибо большое. Спасибо.